День начала контрнаступления советских войск против гитлеровцев в битве под Москвой 41 года отмечается 5 декабря. Это день воинской славы России, одно из самых масштабных сражений во Второй мировой войне, сыгравшее переломную роль в ее истории. Окончательно был провален гитлеровский план быстрой войны и впервые развеян миф о непобедимости немецкой армии. Так, к этому дню в селе Иславское Одинцовского округа состоялся очередное ежегодное мероприятие «Рассвет победы» – реконструкция боя советских и гитлеровских войск в битве под Москвой. То, что было сделано в эти дни, более чем 80 лет назад, очень трудно нам сейчас оценить, как это все было сложно, тяжело, невозможно. Но, тем не менее, было сделано то, что этот тяжелейший, сложнейший враг был повержен здесь под Москвой. В ходе мероприятия присутствующие торжественно возложили цветы к мемориалу Великой Отечественной войны. Жители и гости села Иславское погрузились в историю. У них на глазах прошла реконструкция боевого эпизода 1941 года. Выбор его проведения не случайный. Именно здесь, в первый год войны, сосредоточились наши войска для удара по противнику. После войны 1945 года всегда собирались у памятников и чтили память наших великих героев. В том числе и здесь, в селе Иславское, здесь захоронение тех, кто погиб, защищая вот это село и Москву. Здесь памятник и тем, кто ушел и не вернулся. Это памятные места, которые мы чтили всю свою жизнь, понимая, что та победа стоила очень дорого. Также в этот декабрьский день у мемориалов округа Одинцовцы ежегодно дают дань памяти нашим землякам, устраивая митинги. Защищали свою родину насмерть. Столицу защищали насмерть. И буквально Кубинка, Можайск, Звенигород – это те города, которые в полном составе со своими жителями вышли защищать нашу родину. Мы гордимся нашими земляками. В Звенигороде организовали фото-выставку «Рубеж обороны» в холле культурного центра имени Любови Орловой для местных школьников и ветеранов. Мы подобрали достаточно редкие и по-своему уникальные фотографии, которые как-то вот иллюстрируют вот эту обстановку, сложившуюся здесь вот в конце ноября и в начале декабря 41-го года. Снимки достаточно уникальны. Они сделаны как любителями, так и профессиональными корреспондентами. Есть даже кадры немецких фотографов. Немецкие снимки, их выкупали местные краеведы у потомков, вот тех самых, скажем так, интервентов. И сейчас они, в общем-то, не видят в этом какой-то исторической ценности, готовы с ними расстаться, я имею в виду, потомков, за какие-то деньги. После экскурсии участников выставки пригласили в зрительный зал, где на большом экране продемонстрировали фильм «Рубеж» российского режиссера Андрея Судиловского. В войну сделано огромное количество фильмов, но и каждый автор, каждый человек, который это делает, он пытается, наверное, анализировать причины, делать какие-то выводы. Мы погрузились в фото и видео архивы. Когда медленно рассматриваешь хронику, особенно немецкую, они тогда очень подробно, художественно, можно сказать, снимали свои подвиги, в кавычках. И ты начинаешь понимать, как бы, вот эту ткань, ткань войны, ткань истории, вот эту, как немножко по-другому. И вот мы пытались это осмыслить через эту немецкую сторону. А участникам сегодняшней спецоперации представилась возможность посетить музейный комплекс «Дорога памяти. 1418 шагов к победе» в парке «Патриот». Военнослужащие ознакомились с экспозицией, посвященной каждому из 1418 дней Великой Отечественной войны. Было зимний обстрел на 938. Было трудно подойти. Пошла я. Пример предков придает сил для выполнения долга перед Родиной. Глядя на страшные кадры, гвардии младший сержант медицинской службы Анастасия Кашкурова вспоминает, как в начале спецоперации сама отправлялась на передовую. Страшно было. Как неизвестность, куда ты едешь. Ну, командир нас готовил. То, что мы должны будем оказывать помощь. Нельзя будет бояться. Нужно будет действовать. Конечно, успокаивались. Все вместе собирались. Как-то командир нас всех вместе собирал. Старался проводить беседы, чтобы мы не боялись. Многие участники спецоперации приехали отыскать своих родных в базе данных участников войны, размещенных в реке памяти. Так своих героев Второй мировой среди трех с половиной миллионов фотографий нашел гвардии майор Энвер Набиев. И дедушку нашел, и всех родственников родных нашел. Орден славы второй и третьей степени. Ну, отец рассказывает, что на самом деле было и первой степени. Но первой степени он так и не дождался. Видимо, потерялась в то время. Тяжело было. Попросил обязательно найти и посмотреть его здесь. Сегодняшние участники специальной военной операции, как и герои Второй мировой в 40-х годах прошлого века, уверенно смотрят в будущее и хранят веру в победу и свою страну. А чтобы проверить свои знания по истории Великой Отечественной, окружные депутаты-единороссы, серебряные волонтеры и общественники пришли в Денцовскую библиотеку номер один, чтобы сдать тест. Организатором ежегодной акции выступает молодежный парламент при Государственной Думе. А помогают им в этом активисты молодой гвардии муниципалитета. Реформация занималась самая главная гвардия, получается. А сама молодая гвардия собирала людей, собирала наших людей, чтобы они помогали установить стулья, столы и разговаривали все листы для ответа. Мы проводим тест по истории, мы хотим проверить, насколько разные поколения знают хорошую историю. Тест на знание истории приурочен сразу к двум памятным датам. Дню неизвестного солдата, который отмечают 3 декабря, и 5 декабря – начало контрнаступления советских войск в битве 1941 года под Москвой. Знать и чтить историю своей страны – долг каждого человека. Тест включает 40 вопросов различной сложности о значимых событиях и фактах истории Великой Отечественной войны, и 4 варианта ответа, только один из которых правильный. Окончательный вариант теста был разработан при участии группы ученых военного университета Министерства обороны Российской Федерации. На выполнение заданий отвели 40 минут. Максимальное количество баллов – 40. Разгром фашистских войск под Москвой стал решающим военно-политическим событием Первого года Великой Отечественной войны. Одержав эту победу, наши войска окончательно похоронили фашистский план молниеносной войны и развеяли миф о непобедимости германской армии. В итоге гитлерское командование вынуждено было перейти к стратегической обороне на всем Советско-германском фронте.